И здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Андрей Хорейс. Добро пожаловать на новое видео по F1 2020. Сегодня у нас ласту челлендж за Льюиса Хэмилтона в Великобритании. Я хотел, конечно, ехать за Вальтери Ботсон, но так как это Великобритания, то я не мог не проехать за Льюиса Хэмилтона. Тем более у нас теперь черный Мерседес, а значит за Мерседес я, как и говорил, должен проехать. Трасса длиной 5891 метр, имеет 18 поворотов, 2 зоны ДРС, в 2018 году тут была зона ДРС 3, а теперь их тут только 2. Да, на старт-финишной прямой ее убрали, и, наверное, к лучшему. Я стартую, как обычно, 20-й, боты 105. Почему 105? Потому что, ну, как бы, да, в карьере я говорил, что буду поднимать, но не будем забывать, что именно на этой трассе боты очень и очень сильные стали по себе, независимо от того, какая сложность. То есть даже на 103 они будут ехать достаточно быстро. И да, имея самую быструю машину, я попытаюсь максимально хорошо прорваться. На пол-позиции у нас, кто бы сомневался, Вальтери Боттес, дальше у нас Себастьян Феттель. Кстати, у Боттеса достаточно на такое нормальное время. Дальше у нас Макс Верстаппин и Шарли Клер, Алекс Албан и Даниэль Риккиардо, Эзебану Кон Карлос Сайенс, Серхио Перес и Ландо Норрис замыкает топ-десятку. В принципе, ничего особенного. И если бы я квалифицировался тут, то, возможно, я бы тут бы и победил. Ну, кто знает. Ладно, сейчас у нас будет гонка, тактика софт-медиум, так как тут софт достаточно хорошо живет. Игра нам предлагает софт тянуть аж до седьмого круга. Я такой, типа, идея-то хорошая, но я, наверное, пораньше заеду. Просто немного посидел, покликал топливо, не знал, что бы тут сделать. Ну и, в принципе, отравился стартовать. Попробуем, что у меня вообще выйдет. Гастинге стартует Гран-при Великобритании. Достаточно нормальный у меня старт получается. Сразу прожимаю обгонную кнопку, отключаю ее перед первым поворотом, пытаюсь найти себе место среди двух хасов. Это было сделать достаточно сложно. Опять-таки, дайв-бом просто в первый поворот аж на гасли залез, но он что-то как-то не оставил мне места. Просто из-за этого я что-то разозлился и решил просто, дайв-бом, пройти Антонио Дживинация. И вышел уже на пятнадцатую строчку. Но на этом же все не заканчивается, потому что надо догонять дальше гасли, раки, наквяты и так далее. Но пока мы посмотрим на повтор старта, где, в принципе, ничего особенного не было, Вальтери Боз поехал в отрыв, и только Феррари с Эдбулами начали бороться друг с другом. Достаточно такой хаос у нас был в задних рядах в первом повороте, потому что там вроде даже три в ряд мы входили, и очень медленно мы все это делали. Но я продолжаю, собственно говоря, свой первый круг. Догоняю гасли достаточно быстро в поворотах. Думал, тут уже как-то по внешнему пытался его пройти, но это у меня не получилось. Тут в копсе его проходить не очень-то и выгодно, потому что очень сильно замедляться, если ехать тут бок о бок мы будем. А вот на выходе, когда его проходят достаточно медленно, его спокойно можно дернуть, что я и смог сделать. Выйдя уже аж на четвертую строчку, да, немного мы проехали бок о бок в Мэггитс-Бэггитс, но ничего такого особенного не было. Дальше у нас атака на Киммера, и она просто намного лучше выход, и даже овертейк мод не сильно тратил. И уже Квят. На Квята тут дайвить было бесполезно, но вот на выходе из поворота, опять-таки, его можно спокойно сделать. В принципе, дайв-бомбом все это решается, и я уже завершаю свой первый круг на 12 позиции. Я считаю, что это хороший результат. Кстати, мы сейчас повторяем Льюиса из 2018 года. Ну, не по позиции, а просто по прорыву. Ладно, дальше у нас ленд-стролл, которого тоже надо бы пройти. Что я и делаю. Они почему-то очень рано тут оттормаживаются, и очень медленно проходят поворот. Я на выходе достаточно лучше могу это делать. Лучше нажимаю кашельку в пол. Ну, и пытаюсь задавить строла по внутренней траектории, что у меня, в принципе, получается, но стролл просто меня поворачивает. В принципе, я с ним уже поравнялся к самому повороту. Да, он как бы имел полное право от меня поворачивать, но это было, на самом деле, нежелательно. Дальше у нас, в принципе, третий круг. Мы атакуем Ландо, Норриса по внешней траектории. И тут уже все намного легче, потому что я с ним уже почти расправился к ходу поворот. Ну, а на четвертом круге уже и Перец пытается отлетать от меня, но у него это не очень хорошо получается. Поставил лучше третий сектор, и просто оттормозившись чуть-чуть попозже, я его смог пройти, и вышел уже на девятую строчку перед мной и Сайенс, и Сдебан Окон. А дальше уже идет пропасть до Дэна Риккерта, который достаточно сильно отъехал. На четвертом круге я пытаюсь пройти окон, на котором проходит Сайенс, пытаюсь как-то задавить, залезть внутрь, что у меня, в принципе, кстати, получается. И на выходе я его спокойно смог пройти. Подним торможением еще взял и еще это обезопасил себя, так сказать. Также надо пройти бы Карлоса Сайенса, чуть не сдох на выгляде из последнего поворота, но, слава богу, ничего такого не случилось. Думал, сейчас Окон полезет, как Яна Каламена в формуле Zero, но, слава богу, этого не произошло. Но с Сайенсом надо расправляться уже на этой прямой. Что я, в принципе, спокойно делаю, потому что, ну, мотор Мерседес лучше, также его еще и снесло по ходу поворота. Так что, в принципе, я обгонанную кнопку почти даже и не использовал. Я ее вообще вроде... Нет, использовал он немного. И просто повесить траекторию я его спокойно объехал и поехал уже догонять Дэна Риккерта. Но уже на этот момент мне взяли и обрубили ДРС. Ух, спасибо, Мерседес! Поэтому я решила заехать пораньше на пидстоп. Но я думал, что, крайне мере, в прошлых частях, тебе на пидстопе чинили ДРС. Но сейчас я заехал на пидстоп и такой, типа, а что вы мне ДРС не чините? А где мое крыло? И вот все в таком духе. И поэтому мне пришлось, как бы, немного ехать, кстати, да, на заднем плане, там, за окном, мусоровозы катаются. Так что, извините, пожалуйста, за звук, если вам это, конечно, слышно. Выезжаю, конечно же, я последним из пидстопа, в принципе, ничего особенного. Так вот, про ДРС. Мне его нифига не починили. И мне придется воевать с Риккердой или Клером просто без ДРСки. Будем чисто на скелета щиткой, так сказать. Ну и, собственно говоря, выехал из пидстопа и поехал атаковать. На этом же круге в Туфо поставил второй и третий сектор абсолютно лучше. И много кто выезжает из пидстопов. Но я выезжаю позади Дэна Риккярда. Но намного ближе, чем когда я заезжал. Я уже у него, как бы, должен был быть в зоне ДРС, но ДРС-то у нас нету. Продолжается волна пидстопов. Я ставлю абсолютно лучший круг в этой гонке. Но это еще не предел. И я становлюсь уже десятым. Ликкерд выезжает прямо перед носом у Риккярда. Также между нами еще и затерялся Николас Латифи. И благодаря этому я могу как-то попытаться атаковать Дэна. Что я и делаю. Опять-таки, дайв бомбом достаточно чисто. И я выхожу уже на восьмую строчку. Но у нас еще не все пидстопы закончились. И после этой всей волны пидстопов я становлюсь пятым. Албана зачем-то берет хард. Я просто гений на четыре круга. Вот под конец брать хард, когда проехал десять на софте. Также у нас сошел Данил Квят. Он там стоял. И на десятом круге мне наконец-то включили ДРС. И дайв бомбом я пытаюсь пройти Шарль Леклера. Просто в парном дрифте мы это проходим. С контактом. Крыло не сломал. Достаточно грязное. Вообще по-свински. Но я его прошел. Верно? Верно. Ну и к тринадцатому кругу я все-таки смог догнать Макса Перстапина. Я даже почти к нему в секунду заехал бы. Еще один круг. И я бы его сто процентов прошел бы. И вышел на третью позицию. Я шел просто прекрасным темпом. Я уже почти догнал Вальдри Ботса. До Вальдри Ботса под конец дистанции мне оставалось всего лишь четыре секунды. И учитывая то, что я стартовал последний, это просто прекрасный результат. Фетер поначалу поставил лучший круг в гонке на последнем круге. Но я его спокойно перебил. Причем достаточно намного. На три десятых. И поставил 26,7. Прям ух, хороший это был круг. Абсолютно все я выжил на этом круге. И обогащенку, и обгонный режим ЕРС. И мы, конечно же, гонщики дня. Четвертая позиция. Это не так уж и хорошо, и не так уж и плохо. Учитывая то, что у меня было сломано ДРС, я много достаточно времени из-за этого терял. Потому что не мог пройти никак ни Риккерда, ни Леклера. А это прям очень большой удар по темпу. Ну и если бы не это, то скорее всего я бы и прошел. И Макс, и Фресапина, и возможно доехал бы до Себастьяна Фетерлена. Кто знает. На подиуме Льюиса Хэмильтона нет. Прикольно, кстати. Я бы хотел такой подиум. Ладно, ладно. Ехали за Хэмильтоном, не приехали на подиум и хотим этого же. Ладно, не надо так, пожалуйста. Фетель на подиуме нереалистично. А вот Макс Верстапин третий, в принципе, нормально. Надеюсь, что патч на характеристике выйдет как можно раньше. Потому что, ну, когда у тебя Феррари может бороться с Мерседесом, это ну такое. А когда у тебя Рейсер Пойнт вообще иногда едет в конце пилотона, это прям совсем уж печально как-то. По резонам гонки переботал дальше Себастьян Фетель Макс Верстапин, Льюис Хэмильтон Шарли Клер, Алексал Бандагелли Рикьярда, Эсдебанокон Карлос Сайенс и Серхио Перес, который, кстати, не будет ехать на реальном Гран-при Великобритании, замыкает топ. Десять. Вместо Серхио Переса на Гран-при Великобритании будет выступать Ника Хюргемер, кто в танке, кто не знал этого. Ну, а я на этом буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока.